Лазерсон Не обижайтесь на меня ради бога, но я сегодня покажу вам неправильную шарлотку и правильную шарлотку. Так что сегодня на самом деле на этой дружеской кухне я приготовлю две шарлотки, а вы уж выбирайте, какая вам больше нравится, правильная или неправильная. В шарлотках будет две, обе они будут яблочные. Я, прежде всего, возьму яблоки, прямо вот как есть. Ну и помою их прямо вот в этом лотке, яблочки, чтобы были чистые. Вот яблочки помыты. Сейчас я их буду чистить. И сразу, собственно говоря, часть из них буду подваривать. Что я вам должен сказать? Шарлотка это вообще французская штука. Это французское изобретение. И я вам сегодня покажу в правильную французскую шарлотку и неправильную нашу версию. Это не значит, что не надо делать неправильную. Я просто вам говорю, ребята, что шарлотка должна быть такой, как я покажу. Но выбирает каждый сам. Вдруг кому-то понравится больше не традиционный вариант, к которому мы привыкли, а такой вот настоящий французский. Значит, я очищаю яблоки. И сразу же начну подваривать их. Часть яблок буду подваривать для настоящей шарлотки. Значит, сегодня две шарлотки. Одну я буду называть настоящей, а другая, соответственно, будет называться ненастоящей. Я не буду называть ее фальшивой. Это будет слишком уже грубо по отношению к такому известному популярному рецепту в нашей стране. Поэтому одна будет настоящей, другая нет. Все это готовится из яблок, хотя на самом деле можно готовить и, ну, например, из груш. Почему нет? Из слив, в принципе, можно готовить шарлотки. Мне нужно, чтобы они, яблоки, ну, так это, растушились, то есть чтобы получилась такая более-менее яблочная масса, но состоящая еще из фрагментов, чтобы это было не полностью пюре яблочное, а нечто такое, немножко размазня, чтобы такая была, знаете. Вот для шарлотки это, для настоящей это важно. Это настоящая шарлотка сейчас готовится. Вот я сейчас возьму уже сахара сюда подсыплю. Не так много, кстати, но это зависит от наших собственных желаний, сколько сахара мы будем сыпать. Я не люблю так уж много сахара усыпать, чтобы здесь было достаточно все гуманно. И можно даже накрывать крышкой. Я сейчас буду добавлять еще яблок туда, но уже пусть они растушиваются под крышкой. Они пустят немного сока, там ничего не пригорит. И у нас получится именно то, что я предполагал, та масса, которая нужна. Вы увидите ее консистенцию, вы увидите, как она на деле выглядит. А пока здесь, собственно, все идет своим чередом, все просто. Вот уже потихонечку начинает там что-то там шипеть. Все, шипит, шипит. И теперь здесь я буду уже аккуратней, потому что здесь мне нужны более такие уже ровные дольки. Я вначале дольки сделал все-таки покрупнее, а потом буду более ровненько их нарезать на меньшенькие дольки. Это уже шарлотка, ребята, ненастоящая. То есть вот дольки будут вот такие, более-менее одинаковые. Это вторая ненастоящая шарлотка. Традиционное приготовление яблок. Вот, смотрите, какая у меня красивая форма сегодня. Ненастоящая шарлотка будет в форме сердца. Ну, ладно. Значит, дольки. Ну, яблок может быть много. Я совершенно не собираюсь эту форму наполнять яблоками доверху. Это зависит от моих предпочтений, как я хочу, чтобы там было соотношение, допустим, яблок и теста. Я люблю закрыть дно яблоками, немножко поднять их вверх, но не более того, чтобы все-таки не было шарлотка очень тяжелой. Сейчас я уже закончу возиться с яблоками. В этом всегда могут принимать участие члены семьи, потому что подготовить яблоки – это такая муторная работа, ну, поэтому можно привлекать сюда домашних, чтобы… Хотите шарлотку? Помогите. Ну, а почему нет? Яблоки, видите, не темнеют. Современные яблоки уже как-то слабо темнеют. Современная картошка слабо темнеет. Так что я совершенно не, видите, никакой там подкисленной воды мне не надо. Это абсолютно, абсолютно лишнее все. Значит, вот она. Вот как красиво. Вот это, это выбрасывать не надо. Это выбрасывать не надо очистки, потому что это прекрасный компот. Можно положить в костюлю, залить водой, дать немножко лимонной кислоты или лимонного сока. Обязательно. Это всегда усиливает вкус яблок. Сахарку и сварить компот, остудить, процедить, получится прекрасный компот. Это абсолютно рационально и нормально использовать так яблочную кожуру и сердцевинки для варки хорошего, с хорошим яблочным вкусом компота. Ну вот. Я сейчас сделаю следующее. Я взял, видите ли, пергамент. Я сейчас хочу отрезать, я хочу отрезать сейчас полоску пергамента. Примерно вот такую. Сейчас посмотрим. Видите, я хочу закрыть, я хочу закрыть бортики, чтобы тесто не прилипало к бортикам. Это у меня будет одна половинка. Я сейчас еще вырежу одну полосочку, будет вторая половинка. Я закрою бортики на всякий пожарный случай. Вот так. Я сейчас чуть-чуть посыплю мукой дно формы. Теперь я прямо на дно вываливаю яблоки. Вот так. И чуть-чуть их присыплю сахаром. Это не настоящая шарлотка. Все, пусть немножко постоит. Сполосну руки. Теперь я даже уберу крышку, потому что, видите, я хочу сейчас, чтобы теперь влажность у меня уже здесь понижалась, чтобы жидкость выпаривалась. Вот как шикарно булькают яблоки. Повторяю, здесь нет ни грамма, внесенной из вне жидкости. Ну, теперь тесто. Вы его все знаете и без меня. Может быть, кто-то и не знает, я напомню. Четыре яйца, стакан сахара и стакан муки. Я притащу вот большой запас сахара, у меня здесь есть. И мы сейчас поедем. Значит, вот стакан. Вот у меня миксер. Сейчас я проверю. Все работает. Слава богу. Вот сейчас я насыплю стакан сахаром. Но мука мне сразу не нужна. Мне нужны сначала четыре яйца и только сахар. Поэтому вот стакан сахара. Четыре яйца. Яйца я помою. Ну, так лучше яйца всегда помыть для безопасности. Надо всегда, конечно, яйцо проверять каждое. Вдруг оно испорчено. Я тогда испорчу там все. Поэтому я сейчас яйцо разбил, посмотрел. Свежее яйцо раз, вывалил. То есть надо оценить качество и свежесть яйца. Чтобы не испортить содержимое держи каким-нибудь испорченным яйцом. Вот четыре яйца. Все. Поехали. Нужно взбить очень хорошо, тщательно, чтобы эта масса яично-сахарная водка очень пышная. Ну, а я начинаю готовить шарлотку правильную. Я для этого беру большой шмат сливочного масла. Вся правильная еда всегда готовится на большом количестве сливочного масла. Это один из секретов правильности еды. Значит, сливочное масло. Возьмем вот такой сотейник. Прямо вот так шмат масла в сотейник. И будем нагревать. Масло должно растаять, растопленным получиться. Вот они мои. Шикарная пена с маленькими пузырьками уже достаточно получилась у меня сейчас. Немножко ванильного сахара добавлю. Потому что, знаете, здесь много яиц достаточно в этом тесте. В неправильной шарлотке, в обычной шарлотке. И когда тесто очень яичное, то бывает так неприятно пахнет вот таким куриным яйцом. Яичный запах, когда яиц много, он присутствует. Поэтому, чтобы его немножко убить, надо добавить много ванили. Тогда не будет вот этого запаха, который может там быть. Не обязательно будет, но может там быть. Ваниль. Я все-таки еще буду бить. Увеличиваю обороты. И вот машина хорошенько взбивает мне яйца. Теперь мука. Я вообще парень простой. Вы знаете, я очень просто себя люблю вести на кухне. Правила, как говорят, нужно теперь сюда вмешать муку обязательно руками. Чтобы не посадить, этот воздух не убрать из яиц, сбитых с сахаром. Я это делаю все равно в машине. Я просто сейчас отмерю стакан муки. Я все-таки буду это делать, продолжать в машине. Никаких рук. Я ленив на кухне бываю, когда есть техника. Зачем? Вот мука. Я просто сейчас дам небольшие обороты. И машина мне прекрасно вмешает муку. Но для гарантии я дам немного разрыхлителя. Вот тогда все будет всегда в порядке. Это абсолютно законный прием. В выпечке давать разрыхлитель. В самом конце разрыхлитель, потому что быстро нивелируется, если он вначале добавляется. Его надо добавлять прямо перед выпечкой. Чуть-чуть еще. Я ставлю противень. Наоборот, мне остается только... Сейчас я вспомню, как освобождаются венчики. Вот это венчики. Я сейчас их брошу в мойку сразу. Чтобы с них все стекло. И теперь вот эту массу я просто выливаю на яблоки. И она хорошо ложится на яблоки. Она проникает через промежутки, которые есть между кусочками яблок. И теперь... И теперь... И теперь... Немножко нужно теперь форму потрясти. Я имею в виду так, немножко вот так поударять об стол, чтобы эта масса хорошо проникла сквозь яблоки и достигла дна этой формы. Вот это яблочко мне не нравится. Надо его закрыть. Ну вот, у меня получилась такая стандартная история. Ну, немножко с сахарком сверху. Сахарочком сверху посыпать. Вот яблочки. Вот какие у меня. О, вот карамелизация пошла. Вот это оно. Эта ненастоящая шарлотка пошла в духовку. 190 градусов в ней. Все, забыли. Одна шарлотка готова. Сливочное масло растапливается. Яблоки подготовлены практически. А теперь смотрите, друзья, что такое настоящая человеческая шарлотка. французская, потому что именно там придумана такая шарлотка. Ну, в целом шарлотка там придумана. Я беру хлеб. Уже интересно, да, в общем-то, десерт, хлеб. Я ставлю перед собой сливочное масло. Я ставлю перед собой горшок. Ну, это горшок для выпечки, я имею в виду. Тефлоновый. Скользит хорошо. И не прилипает ничего к нему. Значит, хлеб мне нужен без корочек. Я сейчас поэтому тщательно обрежу корочки. Я буду стараться, никуда не торопиться. Не буду. Вот так. Теперь я сейчас так вот возьму и прикину высоту. Моя задача сделать так, чтобы закрыть кусочками хлеба стенки. Боковую стенку закрыть. Поэтому, видите, мне высоты несколько здесь многовато. Я сейчас подкорректирую высоту. Вот, я думаю, что... Да, вот я подогнал высоту. Но мне нужно еще, наверное, столько же кусочков хлеба. Хлеб мы выбрасывать не будем. Он все равно на сухари пойдет, все эти обрезки корочки. Я еще сейчас подготовлю столько же хлеба. И также его подработаю. Ну вот. Неплохо. И теперь я буду... Не бойтесь сейчас. Вот не бойтесь сейчас смотреть то, что я буду делать. Потому что вам будет казаться, что это ужасно. То, что я сейчас буду делать. Но вот часто классические французские рецепты таковы, что много сливочного масла. Но вы не бойтесь, это будет очень вкусно. И в целом не бойтесь, что это будет дико калорийно. Потому что все-таки шарлотка это будет небольшой кусочек съедаться, а не весь горшок. Видите, что я сейчас буду делать? Вот опасный процесс. Мне сейчас скажут все женщины, боже мой, ужасно, сколько масла. Я сейчас буду просто, смотрите, что делать. Опускать хлеб вот так вот в масло, пропитывать маслом хлеб и укладывать, вот так вот закрывать, видите, стенку. Ну, сейчас он пока отходит. Следующий фрагмент уже будет лучше. Вот я пропитываю хлеб. Посмотрите на это. И теперь я, видите, внахлёст немножко с наездом каждый последующий кусочек будет перекрывать предыдущий. И так я работаю голыми руками в раскалённое масло. Опускаю хлеб для вас, ребята. Ну, мои пальцы давно уже ничего не чувствуют. Вот, я выкладываю стенку. Пальцы пока не облизывайте. Пока рано ещё. Ну вот. Это сейчас выложена стенка. Теперь я должен закрыть дно. На дне здесь уже скопилось достаточно много масла, поэтому я сейчас не буду уже пропитывать дно маслом, потому что на дне есть масло. Оно стекло с хлеба. Оно пропитает мне вот этот кусочек масла, хлеба, который будет дном. Я его кладу. И вот так пальцами сейчас трамбую, чтобы он у меня закрыл дно. Но поскольку здесь мне, там ещё есть прорехи, я сейчас их закрою заплатками. Абсолютно нормальная история. Вот сейчас пойдут такие заплаточки, которые дополнительно эти прорехи закроют. Теперь яблоки. Могу корицы немножко сюда дать. Дам, пожалуй, корицы. Это не обязательно. Не всегда надо добавлять яблоку корицу. Это совершенно не обязательно. Но я дам чуть-чуть. Да, корица. Значит, вот яблочная масса. Она идёт в этот каркас. Могло быть даже чуть больше яблок, но я сейчас с этим справлюсь. Вот я плотненько набил. И теперь я закрываю сверху. То же самое опять уже через масло. Я делаю. Это на самом деле будет дно, потому что вы понимаете, что эта форма будет переворачиваться потом на блюдо. То есть вот я сейчас закрою опять же прорехи ломтиками, уже меньшенькими хлеба, чтобы подогнать размер вот так, чтобы не было у меня здесь никаких дырок. Я уже как строитель заправский буду подрабатывать прорехи. Вот это называется, ребята, настоящая шарлотка. Так, как её придумали французы. Ну, я могу сейчас взять маленький ножичек, между прочим, да, и чуть-чуть сравнять. И это, как вы понимаете, тоже справится в духовку. Вот, что у меня получилось. Сейчас я сполосну руки. И мы будем ждать. Потому что это сейчас отправится в духовку. Я поставлю это пониже пока. Потом подрегулируем. Этот хлеб спечётся, станет золотистым и жёстким, хрустящим. И сарлотка будет сохранять форму, когда я её переверну, она всё равно будет уже стоять. Вот это она, настоящая, французская, классическая шарлотка. Ну, а теперь нам остаётся только ждать. Только ждать, пока обе шарлотки будут готовы. Первая будет готова быстрее, это понятно. Всё, ждём-с. Так, где у меня прихватка? Значит, шарлотка, сердце стояло 35 минут, она уже готова, 190 градусов. Вот она, неправильная шарлотка. Посмотрите, какой у неё хороший цвет. Я сейчас её расстегну, чтобы она начинала остывать. Расстегну боковинку. Вот так. Вот, смотрите, моя шарлоточка. Это то, что я называю неправильная шарлотка. Самая обычная шарлотка с яблоками. Вот она получилась какая. Вторая шарлотка в горшке, которую я называю правильная шарлотка. Она оттуда, где её придумали, эта шарлотка. Я теперь её сейчас тоже буду как-то пытаться вынимать. Она сейчас чуть дольше стоит в духовке. Чуть-чуть, но я позже поставил, правда. Но тоже где-то 35-40 минут должна стоять в духовке. Я сейчас возьму вот такое блюдо. Ну и такую вот салфетку. Тут, кстати, тоже сердечки нарисованы, сделаны сердечки. Но для другого. Я вот так выложу. Это пищевая такая салфетка. Я на неё выложу уже свою шарлотку, которая горшком у меня будет. Значит, я тоже сейчас пошёл за ней. Вот, смотрите, какая она стала. Вот она ещё шипит. Можно увидеть, что она ещё... Вон она булькает. Она живая. Она только что приготовлена. Всё по-честному. Значит, вот тарелка. Вот шарлотка. Я сейчас её вот так вот обниму. Обниму. Я сейчас сделаю вот так. Я иначе не могу справиться с этим. И теперь сделаю вот так. Вот немножко масло подтекло, но это нормальная история. Ну и теперь я должен аккуратненько снять этот горшок наверх, убрать его и молить Бога, чтобы там всё, ничего не пало и не расклеилось. Вот она такая должна быть. Как я рад. Как я рад, что она получилась. Она спеклась. Она такая промахла. Хлеб сейчас такой вкусный. За этот хлеб можно продать Родину. И всё остальное. Вот хлеб, он продался яблоками и маслом сливочным. Это шикарно вкусный хлеб. Ну вот сделайте и поверьте мне на слово. Сейчас на слово, а потом уже на деле поверите мне. Пожалуйста, не обижайтесь на меня, те, кто готовит неправильную шарлотку. На самом деле я, может быть, шутил, потому что это обе шарлотки весьма хороши. Ну просто я так решил назвать одну шарлотку неправильной, а другую правильной. Но я изменяю своё мнение. Я назову сейчас одну шарлотку терпимой, а другую правильной. Так что выбирайте, какая вам больше по душе. Но я вам рекомендую попробовать обе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!